Все несовершенства Там везде так Сука Все, все встань Что-то надо Все, все таки скажи себе Очень интересно Есть кто? Кто есть? Я в чате спрашиваю, есть кто сегодня? По-моему, а снимающий нет Так Интересно Привет! Есть? Есть какой-то первый зритель? Последний стрим только что Что у меня в эфире Подавление Не появляется Привет, первый и единственный зритель А когда у меня? Привет, Лис Реально Я сейчас заметила вот эту пудряшку Привет, ребята, всем Привет, все Все, наконец-то Привет Привет Застряли так застряли Реально Это ж такое Просто висит Привет, Лис А у тебя тут просто не удаляются сообщения Ну, типа, сообщения, которые модерируют в чате Они не удаляются вот здесь Ты всё Поэтому тут все Ты показываешь У меня уведомление вообще не пропаляYes Сидим вот так вот вдвоем. Блин, я думаю, что-то я надену маску. Показать. Чего? Нет. Я не хочу, чтобы ты подчеркиваешься, я вообще не хочу. Будем... Вдвоем? Мы вообще-то две заразные получаемся. Если ты тоже заразная, то и я заразная. Ну давай я сниму тогда, чтобы две уебись не было. Привет, ребята. Видишь, у меня ебаный чел. Как две шахерезады тупо. Да успокойся, я тоже такая же. Привет, чат. Привет. Тебе пишут, а ты не поможешь с этого маску. Учитывая, что проблема на голове. Привет, привет, чат. Короче. Здорово. Да я посмотрю, даже, как правило. Ну и свет. Ну и свет. Просто желтый. Желтый ты. Отклоняю? Нет, ты пахнешь в Инда Шолдерсом. А. Который рекламирует Рома, по-моему. Чат. Вы в Украине. Мы не в Москве. В Москве. В Москве. Мы не можем уехать. Мы не можем уехать. Все? Да. Спасибо. Отпусти меня пописать. Я что-то заняты, что-то хотела писать, да? Чат. А где твои? Вот это... Али, вот здесь... Не, вот тут, вот тут... Я не помню. Ку. Здорово, чат. Винца, что у них там сыпло? Да ничего. Больше раздули. Ой, там уже официант флиртует с Ариной. Слову, прей. Привет. Сейчас Арина придет. Я пока еду заказываю. Сейчас потихонечку расскажу. Ну, конечно, и свет, ебаный. Я думаю, что Арина переживает. Я просто не знаю. Я без Арины, наверное, рассказывать ничего не буду. Блин, ну и свет, реально. Что со светом? Как ты себя чувствуешь? Да нормально. Нормально. Строго моска переезжает. Когда? Рассказывай. Сейчас Арина придет, и мы расскажем. Милстроя посадят. Я думаю, нет. Салам алейкум. Привет. Карен зовут. С днем рождения, Карен. Оно в каком-то очень крутом заведении. Сейчас я хочу что-нибудь заказать. И как раз таки расскажем, почему мы остались в Киеве. Это вообще нет. Не из-за того, что там Арина с имплом. Нет. Слишком много надумываете, чат. Почему только 58 зрителей? Мне тоже 58 только показывают. А меня вообще слышно? Просто я свой голос не очень контролирую. Не очень нормально контролирую. Я просто не хочу сама все рассказать. Там на самом деле ничего такого нет. Но это Рафаон ебал. Они думают, что я тут сейчас как разведка, знаешь. Все расскажу. А, про что? Ну, тут реально я сейчас поближе села на твое место. Там реально свет ебалый какой-то. Да ничего, спрашивают. Все. Про кого? Интересно. Да про Киев просто не про кого. Это. Да. Привет, чат. Я соскучилась. Короче, прикиньте, мы не можем никак улететь из Киева. Киев просто не отпускает. У нас была ситуация, короче, мы с ней должны были улететь в субботу. Но в субботу это жестко. Типа, все началось после субботы. Самое интересное. Вот. Поэтому мы остались. Мы остались, потому что... Скоро. Бля, не хочу так рофлить, сука. Не хочу так рофлить. Чего? Что ты хотела сказать? Ничего. Короче, и... Мы должны были улететь в субботу. Бля, ну какой же ебаный свет. Я не могу, короче, так стримить. Вот так вот лучше сидеть. Да? Хотя бы. Короче, мы должны были улететь в субботу. Мы не улетели, остались. Вот. Потом были планы на вторник. Во вторник сегодня какой-то недели. Сегодня, я сейчас скажу, среда. Среда. Уже среда, бля. Короче, да, во вторник. Но... У меня какие шнурочки и пиздец. Вам сделаешь какой-то просто минимальный рофляный вброс, вы начинаете верить и писать такие вещи. На пару. Вот. Да. А какие-то еще есть варианты? Есть с крабом на пару. С треской и креветкой. Наташа заболела. Вот. Если вы следите за Наташей телегой, за социальными сетями. Вот. И мы остались. А, еще то, что машины нету, которая нас должна была подвезти в Харьков. Мы остались. Сегодня я просыпаюсь и все, обращалась. Я прерывала прекрасное время вчера. И собрала чемодан, и Наташа мне пишет. А, ну мы, типа, не улежаем сегодня. У нас проблемы с билетами и с самолетами, и с границей. И я такая сижу, просто с собранным чемоданом, просто одетая. Я, короче, волосы. Я максимально сейчас уебищная. Только попробуйте мне что-нибудь сказать. Я все время очень сильно следила... О, привет, Камик. Все это время следила за тем, как я... Как выглядела. И сегодня первый день, когда я хотела побыть уебищной. У меня взросли брови. У меня уже начинают отрастать волосы на теле. У меня уже, блядь, все. У меня волосы. Я их не укладывала. Я легла с мокрой головой спать. Думаю, ну какая разница. Меня же никто уже больше не увидит в таком внешнем виде. Я отекшая. Я два дня подряд бью. Два дня подряд. Сука. Бью два дня подряд. Думаю, все, блядь. Сегодня мне моему ебалу просто кошмар. У меня вылез прыщ. Я думаю, ну все, блядь. Все. Ну это все. Это вот финишная прямая. И я просто понимаю, что я еще здесь один день. И мне похуй. Вот реально, вот похуй. Вот все. Вот я буду уебищной. Я даже не стала мыть снова голову, укладывать волосы, выпрямлять волосы. Я оставила все как есть. И вот. Такая вот история. Ну это... Так вот. Лайк. Следующий свет ебаный в этом кафе. Вот Наташа. Привет, какой ебаный. Привет. Все, стрим закончен. Спасибо. Наташа, что ты можешь сказать по поводу поездки в Киев? Мы с Наташей, если что, мы не в ссоре были все эти дни. У нас все было прекрасно. Да. А то там все уже надумали, что мы уж там поругались там туда-сюда, что мы просто с Ариной у нас немножко разделился круг общения, так сказать. Она к своим людям приехала, я к своим. И как-то мы иногда объединялись, а иногда разделялись. Вот. То есть мы не всегда вместе были. Вы там можете себе там что-то надумать, но нет, так на самом деле не было. Просто реально мне хотелось увидеться с разными людьми, и не только с фриками. Вот. Как-то так. Блин, капец, я тоже. Уйомище. Знаешь, вы как Золушки, которые 12 час пробил. Такие типа все, блядь. А че мы там не будем говорить? Спасибо, Ликс. Ого, Ликс, привет, мы соскучились очень. Очень. Как дела? Когда увидимся, ты приедешь на ДР, в Москву? Вот у них русские, московские фрики. А тебя позвали, кстати, на ДР? Да. Вот, очень соскучилась, очень-очень соскучилась. Скажи аудитории, ой, аудитории. А че, Саша, в чате? Привет, Саша. Не смотри, пожалуйста, уйди. Уйди отсюда, уйди. Ой, я че сломала. Ты так странно поворачиваешь. Я просто еще болею чат, поэтому не без сути. Короче, как-то так, блядь, застряли в Киеве, очень рада. Очень холодно, вообще. Я взяла одну куртку, ну, я рассчитывала аутфит, типа, с курткой и без куртки. И получается, что сейчас я могу только в куртке ходить, потому что очень стало холодно, и вещей нету. Мне кажется, тут с каждым ментом, что холодно становится, тут без шапки, тут реально делать не... Ну, типа, сегодня потеплее, да, заметила? Да, да. Все, у меня хотя бы ветра нет. Даже нельзя нормально поэрэлить. Застряли и сидят такие веселые, блядь. Ну, да, мы просто... У нас уже истерически тут нет. Да, на самом деле, очень все абсурдно получается, потому что я попрощалась с одним человеком в Киеве, и он мне сказал такую фразу, ты отсюда не уедешь, я знаю. И я такая, типа, ага, да. Но я уеду, сегодня ночью. Сегодня ночью. Сегодня ночью. Сегодня ночью. Что ты начиталась в интернете? Посмотри на меня. Ну, Наташа, ну я тоже без маски. Ну, это нечестно. Ну, пиздец. Дребу, кос... А меня на Дреб, кстати, не побивали. Так ты же болела. Кто из тебя там ждал? Ну, да. Ну, ладно. Да, посмотри, меня тоже никто не звал, я приехала, короче. Я приехала, он такой, о, Оринян, типа, это ты, типа, приятно, что ты приехала. А я без подарков, все с подарками, я без подарков. Кстати, ты знаешь, просто Мапке заболел короной, и все, кто там был, ну пизда. А он не был на Дреб. Не на Дреб. В клубе, когда вы были. Да? Я вообще попал. Я надеюсь, я просто, блядь, осуждаю. Мысли уже осуждались, блядь. Короче, все, кто были, мы последние, вот где-то, я даже нормально, я громко говорить не могу. Дня 4 мы тусились, короче, в клубе с Мапки. И выясняется, буквально 2 дня назад, что он варяет короной, а там были абсолютно все киевские фрики. Абсолютно все. Насколько мы знаем, что инкубационный период 2 недели, поэтому как хорошо, что мы едем в Москву сейчас. Не, у меня, у меня, у меня не корону. Но я болела уже корону, типа, мне пофиг. Наташа, что-то громко об этом не сговаривает. Они затихли, когда Наташа, что-то чего об этом говорили. Я тебя просто пытаюсь говорить громче. А получается, как что-то пиздец, подумаешь. А ты не пожаловала. А у меня так слышно, если я так говорю. Не, у нас прям со стенкой сидит пара, пожилой инжик с женой. Я прям что-то про корону даст, но все где-то признают. А что? А они еще так затихли, когда ты начала об этом рассказывать. Ну, короче, я надеюсь, что все-таки обошлось. Мне вообще не тяжело. Я не знаю, надо было сразу так сделать. И держишь просто какую-то странную камеру. А есть что-то более-менее читаемое в чате? Вадю видели, Вадю видели, конечно, видели. Ну, очень мало. Я с ним один раз только встретилась, и все. Два раза. Без тебя. Ну, два раза без меня и три раза со мной. Я Вадю видела один раз. Один. Хотелось бы прокомментировать как-нибудь эту ситуацию, но отпущу, пожалуй. Не расстраивайся. Я такая. Ай, ладно. Ой, ладно. Подъебывает меня. Наташа, вы в Белгороде? Не, мы в Белгороде вообще ненадолго. Там в Белгороде буквально на минут сорок. Поэтому, не, в Едице точно мы ни с кем не собираемся. Блин, на самом деле, прикиньте, это у нас сейчас возникли проблемы, но мы еще даже не выехали. И что было бы, если бы мы туда приехали, у нас были бы проблемы, и будут ли у нас проблемы, когда мы туда приедем. Может быть, это судьба, может быть, именно... Ну, просто не всту, реально. Давай просто уже остаемся здесь, уже все просто, все. Не, я вот, я реально поржу, если я спокойно не улечу отсюда, это будет уже не смешно, совсем. Не, главное пересечь границу, пацаны. Как? Счастья и успехов нам, как, выехать из красной зоны. Во. Харьков — это красная зона, если что. Да? Классно. Мы пересекать границу будем с красной зоны. Надо было в субботу улетать, а мы должны... А, от субботы. Не, не, в субботу точно нет. В субботу, да, в субботу прям не хватило времени. Хотя вот в воскресенье все сидели по ФК, я подумала, типа, бля, вот, надо было все-таки в субботу. Не, не, у меня прям вот все идеально поросло, все, что... Я почти успела, ой, я ничего не наступила, да? Не. Я единственный магазин не успела зайти, и все. Какой магазин? Угу. А, ну, остальное я со всеми виделась, со всеми по... Ну, как, не со всеми пообщалась, но, в принципе, я довольна поездкой максимально. Получилось, что, как я хотела. Да, случилось как в фильме, знаешь, какого-то, какого-то, вот, впечатления. Ну, это прикольное приключение. Да, приключение, да. То есть, тут, как бы, не было какого-то туризма или отдыха, а именно люди. Ну, камик — это пиздец, конечно, ребята. Камик лучший, вот, камик — это, блядь. С тобой не увиделась, да, Гель, я не увидела с тобой, прости, пожалуйста. Я должна была с Модером увидеться, он мне, короче, подготовил подарок. Я вчера к ним заходила, и там, короче, фигурка такая, этого, большеглазового. Из Мандалоса. Она такая, бейби-йода. Да, бейби-йода такая, ну, все, говорит, я себе заберу тебе. Ну, и ладно. Устрогал всей семьи короны. Да, это вообще, фигурка. А, устрогал, да. А что он сейчас будет делать, типа, не в курсе? Нет? Как же хочется приехать домой и просто уткнуться в марафон стримов, просто вылить в марафон игр. Сейчас все играют в лов, когда и я, типа, в овер со стажем. Я думаю, ну, бля, сейчас в ловчик. У меня учеба, у меня сейчас вообще жесть. Ему нельзя домой, понял? Ну, да. А куда он в это, в Москву переедет? Он там будет снимать квартиру или что? Жестко. Наташа, померю температуру. У меня нет температуры, ребят. К тебе, ко мне, Ваня. Ну, сейчас такая ситуация, что пока не получится. Ну, точно, блин, в нашей неделе-две не получится ко мне и прилить, приехать. А когда он уезжает из Сочи, мне просто интересно. Да, у Наташи не корон, она просто садилась. Она, вы видели, как она ходит? Мы вообще, мы взяли одну куртку, я тоже, типа, в одну, ну, взяла одну куртку черную, вот эту. А к светлым вещам, красивым каким-то образом, у меня нет куртки. Я ходила просто в кофтах, типа, вот. И Наташа так же, типа, у нее не ко всему подходили верхние одежды. Да, потому что у меня есть сопли, а у Ковида нет соплей, поэтому сосать, пульс прижать. Держу в курсе. У него курортный роман с кем? С Морфи? Ты как, кстати, к ней относишься? Как ты, какие чувства ты испытываешь, когда видишь своего? Ну, вообще, пизда еще та. Да? Ну, я ревную, пиздец. Реально? Ну, а что она? Это мой мужик. Пристает, что-то ему глазки там строит, я вообще не поняла. Вот так на него смотрит, что-то там кадрит его. Я не понимаю, почему он дает повод мне ревновать. Пиздец. Чат, Наташа строга или Морфиа строга? Сейчас напишут Морфиа строга, проверяй. Прости, подруга. Покашляй на меня, давай, покашляй. Давай, давай. Если болеть, так вместе. Мы с тобой будем как семейная пара. Мы, кстати, в начале поездки болели с тобой вдвоем. И в конце заболеем. Сначала я, потом... Бля, наши симптомы, конечно, не такие, но ладно. Можно повторить для новоприбывшего, когда будете улетать. Что можно повторить? Не, мы, наверное, сейчас в Киев ближайшие полгода точно не вернемся. Но, не знаю. Хорошо, не буду загадывать на будущее. А на Новый год не хочешь сюда приедуть? Хочу. Наверное. На какой ты пиздишь? Ну, я не знаю. Может быть, у нас будут какие-то планы в Москве. Может быть, ребята к нам в Москву приедут. Да. Ну, вот. Потому что... Мне кажется, в Москве намного лучше будет и... Не знаю. Ты считаешь? Я считаю, что здесь намного лучше будет. Кто себе такой устроит контент в Москве, если не злой Камик и другие ребята? А в Москве, мне кажется, что они купить не будут на Новый год. Не, ну, по-русским стримерам тоже очень соскучилось. По-русским. Русским. По-московским проще, наверное. Не, ну почему? Ликс каравай строгая. Как минимум, у стримера не есть чб. Да, да, да. Какие московские? У нас в Москве только слава. А, у тебя джаст-чартинг не стоит. А я не знаю, а у меня модераторы есть? У тебя модераторы не поставили, а у тебя поэтому еще и ты не всплывала. Джаст-чартинге. Окей. Категории вообще нет, и мы так стримили? Серьезно? Да пофиг. Сейчас посмотрю. Не, я сейчас, короче, в Россию, ребят, приеду, все, все проблемы со строгой я решу. И все, он никуда больше не уедет, ни в Сочи, ни к Морфе. Он же не собирается возвращаться, я надеюсь? Не, у нас не было в джаст-чартинге. Да, а что? На, пока. Смотри, какая у нас вкусняшка. Сейчас покажу че-то. Какой-то пришли ресторан, на самом деле, что-то с едой здесь. Ау. Горячая перелка. Ой, пахнет уксусом. Да, вот он. А у них не видно вообще ничего. А, вот. На дороге к злому, бля, ребят, на самом деле, это... А когда у злого дырэка? До 14 ноября. Да не, я не приеду, вы че. Не, не, не. Это очень, блин. Что, мне каждую неделю что-то сюда кататься? Согрюю. Пускай к нам уже приезжают ребята в Москву. Мы покажем Москву. А то мы столько въебываемся, столько говорим о том, что вот в Москве лучше, в Москве то, сё, пятое, десятое. Вот. Что надо уже доказывать, знаете, отвечать за свой базар. Ну, в Москве своя движуха, это факт, типа. Да, вообще очень сильно отвечает движ. Тут вообще по-другому отдыхают и так далее. Это, ну, это типа две тебе, две мне. Не, я не буду петь. Вообще никак. У меня что-то с желудком. А, короче, рассказываю кулстори. Я ничего не ел в Киеве и жую много жвачки. Я когда нервничаю, я жую много жвачки. Я себя посадила в желудок. Я теперь, когда смотрю на еду, мне становится больно. Поэтому я ничего не ел. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Я не знаю, что теперь делать, потому что, как это всё восстанавливать, что вообще можно есть. Я сегодня съела поки. У меня так желудок скрутил. Ну, вот именно не, как, не кишечник желудок, в плане, что как будто я что-то плохое съела, а именно боль вот в переваривании. Пойдём на себя поверни, не Беха. Тебе сейчас нужно переходить на кашки, на кашу вечно. Да, так что мне надо в Москву возвращаться, восстанавливать питание, потому что я, я не знаю, я ем один раз в день, и то типа салат какой-то, траву, и всё. Я даже не хочу есть. Ну, ещё и пью. Пью вино. Лайк. Раскрыла, оказывается, что мне нравится пить вино. Лучшего я не раскрывала. Один раз она так нажралась, что оставила трусы в такси, представляете? Да. Да. Не-не-не, Наташа, я сейчас расскажу реальную историю. Короче, мы с Наташей, когда напиваемся, мы начинаем друг другу приставать. Ну, типа, дефолт ситуация там. Я уже не говорю о том, что мы целуемся. Ну, знаешь, знаете, там, вот взять, например, кубик льда. У нас не было воды, и вместо того, чтобы заказать воду, мы взяли кубик льда, и я грела у себя во рту кубик, понимала, что мне уже холодно, и передавала изо рта в рот ей кубик, и так по очереди. Но это так, это хуйня. Это типа дефолт. Но самая топ ситуация, когда мы поехали ко мне спать, ну, как ко мне, кроме с Дашей. Ну, да. Просто есть ко мне, а есть к ней. Поэтому, понимаете, как хотите. Ну, да. А что там было? А что, фу? А может, я близко ко рту как-то? Sorry. Нет, потому что я появилась в кадре. Привет, злой. Злой, привет. Я, кстати, к нему сегодня иду. Да? А я? И с Майей. Со мной. Из-за. Я решила меня бросить. Нет. Зоя не зовёшь, да? Мы видосики уже сняли. Да, как там? А то есть я не могу просто посидеть, да? Ну, я и говорю, может. Поэтому со мной поедешь. Ну, вот. Не, я к злому ревную. Злой, офигенный чел. Просто топ. Короче. Рассказываю дальше историю. Ну, и Наташа такая едет. Я говорю, Наташа, у меня так хуёвая, что... Я даже не помню, что там было вообще. Ну, что ты пьяная была. Я говорю, у меня так плохо, я такая пьяная, что я не смогу с тобой заняться сексом. Да нет, злой. Всё, я обиделась. Наташа, можно такое рассказывать? Да нет, нет. Ну, всё, не буду, не буду. Ладно. А что там было? Я даже не помню. Я тебе... Я тебе лизать начала? Я начала. Не расскажу, не расскажу. Ну, всё. Как в тот раз? Нет, нет, как в тот раз не было. Нет. Не дошло ещё. Да, вообще. А, ты мне и начала? Какой таксист нас довозили. Нас ребята довозили. У нас реально, у нас... Да. Не, ничего не скажу. Сейчас даже я не знаю, что там было. А что, что-то с сексистом у тебя было? Секс с тобой? Нет. С таксистом? Пока я уходила на заправку. Нет, но если таксист... Это тот, который... А, это тот, который нас в клубы увозил? Да, да, это он. Ну, конечно, да, Наташа. Не реально, но он реально симпотный был. Угу. Блин, да не было... Да всё, хватит. Шутки шутками, ещё, бля, понарезайте, ещё и поверите. Не было никакого секса. У меня в Киеве секса не было. Пошли нахуй. Пошли нахуй. Наташ. По крайней мере, у меня не было тренечка в Киеве. Понятно? Арина? Да. Блядь, ну они сейчас реально поверят. Алло, откат. Откат всего вообще, о чем мы говорили, это всё шутки. Ты ты первая начала. Блин, сейчас чат поверит. Я всегда так общаюсь с Наташей. Да, ну ещё на самом деле, похуй, что вы там подумаете. Классно мы, короче, здесь отдохнули. Классно приехали и провели здесь время. Вот. Да я вам серьёзно говорю, вы, это всё шутки. Если бы это было правдой, мы бы это не говорили. Ой, Дина, привет. Дина, я так скучилась по Дине. Всё, я плачу. А по Амангазу поскучилась? Блядь, и по Амангазу, и по Мафии, и по всему соскучилась. Я не пососкучилась, только по тупым шоу каким-то скучным. Дина. С Диной, кстати, мы до сих пор ни разу даже не встретились, и не увиделись. В смысле? У меня Андре. Ну, да. Но мы тогда все не общались, либо? Мы уже общались. Возвращайтесь, Дина, мы так хотим вернуться. Ты просто не представляешь, насколько мы хотим вернуться. Да. Дина, привет. Привет, Дина. Если Дина верит, то всё значит, это правда. В смысле что? А, да нет, нет, серьёзно. Ну чё, мы очень тут лайтово отдыхали, ничего такого нет. Нет даже какого-то першака, который можно рассказать. Потому что всё было максимально лайтово. И в клуб, даже когда мы ходили, мы просто с Наташей сосались, сосались. Ещё раз сосались. Ну и передавали друг друга. Самая, мне кажется, самая скринжовая ситуация в Киеве, это то, как мы изо рта в рот передавали кубик льда, и всё. Это, кстати, да. Я даже его вообще не помнила. А потом как вспомнила. Знаете, вот мы танцуем, да. И в это время злой. Покажи мне. Сейчас. А что? А то я это не рассказывала. Это вот злой, когда мы там, знаешь, вот так вот танцуем, стоим, короче. Чё? Ну просто это одно злой. Он, короче, видимо, не привык, что мы вдвоём так проводим. А мы, знаешь, сейчас уходим в какой-то клуб или чё. Да, они просто, ну типа, ребята не понимают, что мы это делаем просто по приколу, типа. Да, мы типа танцуем около... Да, мы же ещё типа с Наташей постоянно танцуем вместе, там, сексуально, там, пытаемся, там, выгибаться, там, трясти жопой. А все девчонки... А ни одной девчонки вообще не танцуют. Вообще девчонки не танцуют. Либо... И мы типа с друг другом. Ну и мы как бы раскрепощаемся прям полностью друг друга. Типа не перед парнями, чтобы это выглядело типа бэээ, типа отвратительно. А вот именно между друг другом это вообще-то очень круто. Да, да, да. Вот. И все там пацаны такие... Там камик стоял такой же. Ладно. Камик, вот помню, злой. И, по-моему, немножко Артур, который Карпман. И все, больше, больше я никого не запомнила. А что, они на нас смотрели, просто вообще этого не помню. Я помню просто, что... Да? Я помню, что они прям такие... Блядь, подожди, стоп. Стоп. Мама, ты смотришь стрим? Мама, ты можешь идти, пожалуйста. Зачем мне в отцепи пишешь? Ой, че. Здравствуйте. Это все шутки. Этого не было. Мама... Мама просто скипает всю инфу, такая... Что с желудком? А я это только на стриме рассказала. Здравствуйте. Рада вас очень вас видеть. Как у вас дела? На самом деле, мы просто встретились с друзьями, посидели в ресторане. Очень друзей любили своих. Никуда мы не ходим. Поехали. Ой, да похуй. Короче, мам, уходи, пожалуйста. Ну зачем ты мне... Нафига ты даешь мне еще знать о том, что ты смотришь стрим? Ты пацанах, меня замечаешь. Мама, уйди. Все от нас с**бались. Ой, как жарко. Видела твою маму в Сочи, очень красивая. Реально, подошел, поздоровался. Не, у нее мама прям очень красивая. Она похожа на Рину, прям такая же глобоглазая. У нее такие же выраженные черты лица, прям. Она такая худенькая и прям очень молодая. Спасибо. Да, она прям очень клевая. Да, чистые сестры Берниковы. Я бы истинно что-то говорить, когда вот все много. Ой, да похуй. Да, я думаю, она может вообще не на стриме, может она... Может она еще тогда еще послушала. В любом случае... В любом случае... Ой, там Аня, по-моему, зашла к нам на стрим. Может быть такое? В любом случае, которая твоя подруга. Да, да, да. Она... Вот, кстати, немы... Аня. Немы, ну, дефолтные. И вот то, что с креветкой, ну, тоже как-то так дефолт. Не знаю, мне не ой зашло. Вот, я надеюсь, что десерт попробую. И мне он понравится. А так, ну, типа немы я такие пробовала. А с креветкой, ну, не знаю, какие-то хинкали обычные. Такое не зашло, короче. Не, ну, просто она... Мне так это заведение описывало, что вот, типа, клевое. Не, на самом деле, очень крутое заведение, но просто мне надо было что-то другое попробовать. Это, кстати, знаешь, как дорого стоит, пи***ц? Да. Очень дорого. 300 гривен каждое блюда. Это вообще по 1000 рублей. Ну, в принципе, в принципе... А, я там вот так вмокла, я попросила мне воду, воду мне принести. Вода 350 гривен. Такая вот бутылочка. Да. Я такая... А, ну, ладно. Не, ну, на самом деле, в Киеве недешево, но не дотягивает по вкусовым моментам. Нет, в Киеве намного недешево. Вот я даже в Москве иногда как будто бы дешевле даже. Не знаю, ну, это лично мое мнение. Чисто вот я сравниваю. Может быть, я слишком мыть в дорогих заведениях сегодня, да? Ну, вот я просто сравниваю с Москвой. Ну, не знаю. Даже, ну, возможно, такси дешевле. Ну, такси тут отвратительно. Это просто... Такси можно не комментировать. Я уже всё откомментировала. Просто... Чтобы вы понимали, там ставишь точку, ставишь метку на такси, и он вообще не понимает, куда ехать. Он говорит, ну, просто вот вы поставили на дом, а подъезжаете, куда хотите. Не, на самом деле, даже не в машинах дело. Это вот именно речь про... Ну, про отношения водителей. Как Даша. Даша постоянно ругалась с водителями. Постоянно они на неё орали. Я думаю, офигеть, вы что, охренили, что ли? Конечно, вообще. Вообще плохо. Вот у нас... Спасибо за сапки, Харус. Спасибо. Вот тут бизнес, знаешь, приезжает какой-то Рено Логан. Синего цвета 20 века. Просто приезжает, верит, скрипит. А я тебе рассказывала, как я села в такси реальный бизнес-класса. Слышусь, понимаешь, что мне холодно, и знаешь, я так, типа, скромненько... Пухло. Чё? Я так скромненько говорю водителю, вы не могли бы сделать потеплее? Он такой... Минут 30 такой, просто ничего не делает, такой, знаешь, такой, со вздохом такой. Такой, знаешь, и чуть-чуть сделала потеплее. Я такая, спасибо. Спасибо. Через 30 секунд, наверное, где-то, когда пока подумал. Я говорю, вот мне приезжало реально... Тут очень легко приезжает. То есть у нас бизнес, наверное, как бы и нормально стоит, а тут бизнес как бы нифига не стоит. Да? Да. Бизнес стоит очень дешевле, чем у нас, и он тут вообще, ну, некачественный. То есть у нас бизнес, это Мерседес и БМВ. Всё. Да, Мерседес и БМВ. А тут у нас крепость такая фоня, и тебе никто ни водички не нальёт. Реально хочется хотя бы один раз. Один раз. Вы скажете то, что я зажралась, там, вон, Ярик, мы сравнивали цены с кинцухой на продукты, да, вот. Блядь, как же мы с тобой хуя сходим. Нет, нет, нет. Выпустим. Блядь. Девочки, не держайтесь. Ой, извините, пожалуйста. Не выражайтесь. А что ты сказала что-то? Сматерилась громко. Нас наругали. Простите, пожалуйста, на Москве лучше. Нет, вот, знаете, вот приедете в Москву, вот я вижу сейчас Ярика и Аню здесь, вот приедете в Москву, я вам покажу настоящую Москву, которую я ожидала видеть в Киеве. Вот, вот, серьёзно. Я думала тут, что, ну, так же. Я вот прям вас свожу вас по тем местам. Нет, заведения, заведения мне максимально понравились. Заведения все очень крутые. Ну, вот, касательно такси, я очень не забешу. Да я на эмоциях сказала матное слово, хватит на меня гнать. А что за матное слово вообще? Уёбок. Ну, что, я знаете, как вообще не матерюсь в сети? Ну, езжайте в свою Москву. Да не, ну, кто тобой это? Я тоже не понимаю, кто это написал. Кто это написал? Честно. Кто? Не знаю, Саша, наверное. Нет. А сейчас сидим в Киеве. Да нет, в Киеве понравилось. Очень, ну, хватит. В Киеве... А, он у тебя модератор? Да. Уже? А мне пришлось, приходилось, блядь, полгода работать над этим. Ну, ладно. Нет, в Киеве очень классно. Ну, хочется для контента посрать, посравнивать. Ну, конечно, конечно. Что вы дышаетесь? Знаете, как в Рашке много минусов? Там есть один большой минус. Да, да. Один. Не надо, обойдемся. Нет, на самом деле, у нас дома тоже очень много всяких вот минусов, например. Ой, даже не вспомню, но сейчас пока не вспомню. Ну, а так тоже есть всякие разные минусы. Нет, вот Рома, на самом деле, обидается. Минус смс, быстро. Только не говори пробки. Ладно, пробки, дальше. Пошла, быстро. Да, тут такие же пробки. Тут пиздец. Пробки. Быстро, быстро. Быстро, минус смс, быстро. Блин, ну, такой нельзя говорить забанят. А, я поняла. Окей, третий. Третий? Я, кажется, у нас все понимают полуслова. Все, я не знаю. У нас даже не грязно. У нас не грязно. У нас чисто. Блин, это некрасиво. Мы гости сидим такие. Да, 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 надо что-то вспомнить. Вспоминай. Давай, из меня один, из тебя. Второй. Так. Давай, давай, давай. Депортируйте москвичей. Нет, мы в Киев очень любим, на самом деле. Нет, нет, нет. Очень любим и очень хотим вернуться. Только как будто... Только ощущение, как будто я приехала в Ижевск. Наташа, нет, Киев классный. Нет, Киев классный. Очень, очень. Очень, очень. Нет, нам... Блядь, вы не поверите, но нам реально, все нам очень понравилось. Да, так это наоборот прикольно, то, что... То, что... Контрасты. Ты чувствуешь контрасты, и ты чувствуешь... Типа вот как бывает в лёвке, бывает в полу. Нет, ну типа две столицы, и чувствуешь контрасты. Прикольно. Ну, правда прикольно. Да, нет. Да, побачили. В Киеве, затоек люди. И клуб офигенный. Вот клуб. Клуб реально классный, да. Тут, наверное, назвать такойся, да? Клуб. Почему фифти? Они все знают. А, фифти. Клуб вообще топ. А почему там только вот, знаешь, я не поняла, подразделяется на несколько отделов. Почему? Типа, знаешь, мы заходим в одно место, потом с помощью браслета мы проходим в другое место и еще в другое. То есть как-то так. Может, потому что у нас там запошляли, но... Но по-любому. По-любому. Не знаю. Ну, короче, там реально, там очень хайповая музыка играет. Крутая атмосфера. Ну и в принципе, может быть, потому что у нас столик, потому что на танцполе там вообще бип-бипец. Ну да, компания тоже еще больше. Да, 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 да. Мне кажется, она вообще все обидится. Нет, у меня нет короны, ребята. У меня симптомов нет. Ребят, не обижайтесь, пожалуйста. Мне теперь не стыдно. Не стыдно. У нас был гип. Не-не-не, тут очень клевые виды. Я вот, например, честно, я бы переехала сюда спокойно. Я тоже. Если выйти такси, вот такси останавливает жесть. Ну, придется машину покупать. Да. Вот с машиной я тебе говорю, вот сейчас, как я, как я забрал машину, я такая довольна. Я бы себе это сто процентов купила машину. Сто процентов. Кстати, скорая машина беру. Да? Это что, мы с тобой будем наваливать бас, что ли, по Москве? Да, 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 да. Какую? Мерседес-пешку. Ты уже берешь? Да. Ты уже решила, и все? Когда? Скоро. Балдеж. Да, ешка, короче. А я тебе говорила брать, а ты говорила, что ты не будешь брать, а сейчас ты надумала брать. Почему? Да, я так поняла. Ну вот, и, короче, вот эту тачку я буду брать, 73к пробега, 2015 года, ну, короче, вот, клевая, очень бешка, мерседес. Вот. Но только надо будет переехать в нужное место, чтобы ее парковать нормально, потому что ты видела мой двор, это... Да, да, это правда. Там вообще парковаться невозможно. Если ешка, она разложится? В смысле разложится? Не понял. Ешка 212-я или 220-я? 212-я, помню. 3к пробега, нет, 73к пробега. Ну, а я так, так, я же тем более не буду машину покупать, если у меня будет машина Наташа. Да, я очень хочу машину, очень хочу. В-212, вот, да. пассажиры кресятся, пешеходы молятся. И вот так вот. зал коммерс, я вообще, я самый, ну, когда я водила тачку, мне Вадим очень жестко делал комплименты по поводу того, как я езжу, типа, ну, что я буду нормальным водилой. на Картинге. реально! Да ладно, я верю, я тоже, меня тоже, пом toxic. Даже когда мы на карсинке катались... Кстати, я Доталова говорила, что я хочу механику, чтобы спортсмена. Что? Ты собиралась механику покупать? Да, да. Ну, потому что ты чувствуешь машину. Ой, бля. Ты понимаешь, Андрей? Попизди, попизди. Ты максимально чувствуешь машину, ты... Что это? Значит, механику. А что? И, короче, я буду брать автомат, сто процентов. Но на автомате я чувствую себя прям максимально уверенно. Потому что там... Там просто одну кнопочку нажимаешь, и всё. Я на механике тоже бы разобралась. Просто там... Ну, поводить нужно немного. Ну, вот. И у меня, короче, занятия начнутся, когда я приеду в Москву. Блин, балдёж. Я так радуюсь, как будто это я себе машину покупаю. Я терпу, когда ты купишь себе машину. Что мы с тобой слушали... Насаси! Ух! 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 Да, я богатую йогурт. Первая ошибка новичком. Самоумеренность. Ну... Возможно, да. Да я так аккуратно буду ездить, чат. Я так аккуратно буду ездить, что вообще в город не выйду. Буду ездить только по трассам, где вообще одностороннее движение. Там одна полоса, то есть в одну сторону, другая полоса в другую. И всё. Понимаете? Буду ездить так аккуратно, на скорость 20 км в час. Просто... Вы чё? Не-не-не. А то, что в камень же не ты въебалась, правильно? Нет. Да, я так думала. Я... Понимаешь? Как это получилось? Да, я так и думала. Короче, мы катались, получается, по этому автодрому. Просто произошёл спор. Да. Короче, мы катались по автодрому. И так получилось, что мы выезжали из автодрома, и там была парковка. И... Ну, выезд, машина, представь, да? И там, получается, за ней место есть, но там нужно было парковаться так, типа, знаешь, заехал назад и потом вперёд. Ну, типа, знаешь, как полноценная парковка. Вот. А впереди, вот где камень, там нужно было просто заехать, там больше места было, но перед машиной только встанет камень, и всё. Ну, там, меньше манёвров просто было. И вот. И, в общем, я прослушала Ярик и говорю, не, я просто припаркуюсь сюда, и всё. Около камня. Я говорю, только не забудь, пожалуйста. Тут камень. Он такой, что, блядь, камень, блядь. Блядь. Оказывается, камень не тот, который он сбил, а камень Ярик. Это, получается, я, короче, вышла из машины. Ярик говорю, вот, камень, не забудь. Короче, мы с ним обнялись, он такой меня, ну, типа, поздравил, что вот, я типа, поводила. Мы, они постояли, покурили, и всё, уже, нахуй, забыли о камне. Всё, мы сели. Ярик, камень забыл о камне. Да. Ну, не видит своих просто. Вот. Он сел в машину, всё, и втопил. У него там просто минус всё. Как он объяснил? Короче, у него полетели эти штуки, которые держат колесо ровно. Он сказал, что у него полетел телек, у него полетел бампер, у него полетели резинки. Надеюсь. Да, у него там вообще всё, представляете, от такого камня. Вообще, там он почти на два косыря влетел, долларов. Ого! Какие? Это вообще жесть. Вот. И у него там кондей слетел. Всякие штуки. Ну, короче, вот именно около колеса. Вот так вот. И всё, он его сегодня забрал, эту тачку мы должны были сегодня уехать, получается. И не уехали. Хе-хе. Блядь, не камень, а гаечку. Уважаем младшую. Ха-ха-ха. 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 Ну, короче, вот как-то так. Ну, он просто на радостях. Я говорю, он просто о нём забыл. Да и мы все забыли об этом камне. Мне кажется... Не, если б я, я б не забыл. Ну, это Ярик просто пиздец. Ярик водила. Вот такие дела, чат. Приключения. Шестёр Берникова. Они гаечку сбили, не смешно, блядь. Хватит шутить над гаечкой. Что-то я захватила два стрима. У меня голос такой, знаешь, повышен тон. Да-да, у меня тоже такое, когда на телефоне стримишь. Да, не грубая, а именно какая-то как эта. Ну, ты ещё болеешь на что. Ну, да, из-за этого. Ну, что вам ещё рассказать? Чатик. Расскажи, что делать целыми днями. А можно, извините, можно ещё десерт сказать? Да, десерт, это кажется, а то с манго. Ну что я делала целыми днями? Все работали? Да. Ничего, сидела дома, смотрела стримы, иногда встречалась с ребятами. Вечером мы всегда ходили в одно и то же заведение, называется МОКО. А... Вот... И всё. Приходила, изложилась спать, потом снова просыпалась. Что рассказать? Ну, что, что, что? Ничего, встречались? Нет, встречались иногда, общались. Хорошо, дружим. Что вы хотите узнать? Просто я не могу все время доджить этот вопрос, но мне правда интересно, что вы хотите услышать. Нет, просто иногда встречались. Хорошо, дружились. Понятно. 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 Можно было вообще ничего не отвечать, я вообще пухой. Пухой. Ну ладно, один раз встретились, да, один раз. Ну ладно, баба, Саша, мы два раза встретились. Первый день. И... Поза-поза вчера. Поза-поза вчера. Это я вспоминаю. Ну вот, у Артура, когда был стрим. Когда он был? Все. Все. Наташа, подтверди, пожалуйста, данные слова. Скажи, что все это время ты проводила со мной вместе. Да, да. Мы все время были вместе. Да, сейчас можете мне верить. Это действительно правда. Ориш, Кита, спасибо большое за сапку. Застрять в Украине нет. Карман пишет... Карман пишет, я комиссар. Бля, выше... Смотрите на этот цвет, смотрите на мои мешки под глазами. Мне кажется, мне нужна помощь. Нужна реабилитация. На свет, конечно, авалимый. Как будто мы в Чихане как будто сидим. Реально, на самом деле. Кстати, атмосфера похожа. Но нет, такая более восточная здесь. Если смотри туда. А если туда... Я закашляла. Но она, по идее, французская. Что? Ну, что вы пишете такую фигню? Ну, я вообще не могу брать чат в руки, потому что начинаете себя очень плохо вести. Мы уезжаем через пару часов. Кстати, вот именно сейчас почему-то я это ощущаю. Типа... А, реально, сколько? Сколько у нас? Спасибо. Блин, я переживаю за свой желудок. Почему я смотрю, когда на еду, мне становится плохо. Как вы вылечите желудок? Есть просто каши всякие, и всё? Да нет, чат, я счастлива. Конечно, то, что мы шутим с Наташей про Москву, это шутки. На самом деле, нам очень здесь понравилось. Очень-очень приочень. Очень. Я серьезно, я даже готова отказаться от некоторых московских плюсов, лишь бы, наверное, все-таки люди важнее, чем... чем город, в котором я и так выжила. Не-не, я боюсь умереть потом. Вкусно. Я боюсь умереть. Ну, Наташа, вообще ничего не могу есть. Приеду домой, буду есть овсянку. Аня, ты тут? Аня. 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 Ты слышишь, и пишешь в голову Наруто. Аня. Не, Аня. Мне? Да. Не, он зло, наверное, писал. Сейчас был Наруто. Да, кстати. Блин, я приеду домой, я куплю себе Баруто. Что, F? Стрим упал? Нет. А, что, F? Не знаю. Может, это просто я зависла? Может, это просто я зависла? А с чего? Ну, да, ну, альфобесов. Не понял. А, что, я просто я зависла? А, что, я просто я зависла? А, что, я смотрю на шейстов в кадре. Чего? Почему так? Что за? Встаню в окна, сейчас туда. Есть коннект? У меня как-то голос всегда садится во время стрима с телефона Стало лучше? Нет Нет? Нет А что? Почему? Чад, я не знаю почему Быстро А, может у меня телефон Телефон садится Молодежь Может пересядет? Ну я и уйду, обещаю У меня сейчас что-то даже захотелось еще прибухнуть Лишь бы не думать о том Что такое уже? Ммм, это очень вкусно Ну это же, что я умру Я боюсь, у меня сейчас живот скрутит и все Мне надо телефон на зарядку поставить Да, почти Твою куртку возьмешь? Да Чад, нормально? Опять, опять с 3 фпс Сейчас увидим А почему так стало? Странно, очень Нет, вроде все Только Наташа подышай, сразу не несу А ты не хочешь это? Да, сколько я уже спрямлю Я не знаю Смотри Смотри Вроде как час Час Подержишь? Подержи, плиз Я не знаю Точно правый? Ага А зачем ты сабик? Да Ты можешь Ну да Чад, сори Я не знаю Сейчас пытаюсь разобраться В чем проблема Ну да Я просто не понимаю Сейчас Не, не, подожди Сейчас Отлагает Чтобы обращаться нормально Отлагала? Я не понимаю просто Ай Все Наконец-то А то я хожу просто, блин Сама с собой разговариваю И не понимаю, что у меня случилось Отлагала Я думала, что это со зарядки А что ты собралась? Выходи А куда ты хотела идти? Вниз? Вниз А ты уже расплатилась? Да Слишком Окей Ну давай тогда выйдем Я тебе на улицу там пройдемся Чуть-чуть Все Что? Тожки Не знаю Не знаю Ты видишь Да О, он подъехал на унянку Ой, бля Я случайно заблокировала А, нет Не заблокировала Я заблокировала? Стрим идет Стрим идет Все Все, он упал походу Да, окончательно Упал А я смотрю Вроде бы свернулась Идет 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 Так Пойдем Да Куда это девать? В мое Упал Опять стрим Опять стрим упал Или вы просто пишете Бубы Нет, мы еще выйдем Пройдемся Стапик взяла? Да Хорошо Хорошо Спасибо Все Короче Что вам еще рассказать Сейчас выйдем Пройдемся Наверное Очень здесь тепло И жарко Я успела вспотеть Мне кажется Даже Ой, у меня какое-то состояние Какое-то прибитое Я какая-то, знаешь Как будто я пьяная Это нормально? Это что Смело Прикольно здесь Корона Блядь, Наташа Это я Главное Симку не проебать Все Воздух Офигеть 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 куда лучше идти чат куда лучше идти туда-туда или туда покажи нет нет чат куда идти туда туда или туда или туда туда а чё тебя лукашкой пахнет я не пила пиздобок пахнет а я этот запах наизусть чувствую это десерт наташа ты пила без меня нет где во первых это чья так пахнет отдыхни да я не пила пила нет это манго кокос и чья и тропиканы или как мне нужен стабик ты не дашь стабик ты чат уже страдает полетели полетели наконец то Прикольное сведение, но что-то я не то попробовала Да Ну что, идем Не знаю, что идем, куда идем Может мне сейчас удастся встретить какую-нибудь свою судьбу О, фига, модный магаз какой-то Да, я вот это говорила, я там была, кстати Да? Пока тебя ждала У меня в горле пересохло, кстати Мне вот хочется чем-нибудь запить Очень хочется Чем-нибудь запить Но я не могу найти продуктовый магазин Я вообще не понимаю даже, где мы Куда я иду Где я И кто рядом И с кем я Смотри Что? Ясно Да, прикольно В Москве такого не то Не еду Офигеть Так красиво Я такая, когда у меня будет квартира когда-нибудь Через лет десять Это шток Саши У Саши игра Хватит Писать Такое Хватит Я не могу читать чат Я не могу с ним общаться Папочка зол Папочка зол Папочка зол А это что? Это випрум? Мамочка зла Биба и Боба В Киеве Я даже по Киеву, блядь, не гуляла ни разу нормально Ну, один раз с Дашей А, нет, со злым еще И с Дашей С Дашей по центру Прошлась Идти в плане куда? А ты уже У меня злой пишет Не опаздывай Не опаздывай? А что, нас ждут? Да ладно, Саш Я знаю, что ты отыграл Я знаю Это была шутка Саша, а ты приедешь к злому? Если приедешь, то я не поеду Это шутка Это шутка Я поеду, конечно же Я поеду туда, куда поедешь ты Интересно, а в Киеве могут сделать ногти? Наташ, ты шел? Да, я просто Ой, смотри Мы сейчас там стоим и ожидаем просто Все двигаются кроме тебя, блядь Все Мне кажется, все Моя энергия просто исходит Подходит к концу Я уже, знаешь, такая тоже Залипаю просто Просто Я сейчас пишу слову Типа то, что я не в 7 приду А в 8 Он на стриме Ты могла это сказать? Блядь Че? Че такое? Не, я бы просто не очень хотела Чтобы Саша видел меня вот такой Он, конечно, меня уже видит на стриме Но в жизни За что? За что? За что? Да-да 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 Двигайся Остолбеней Двигайся Слушай, Наташа Некоторые стримеры ПРЛ очень стараются делать какой-то контент Мы не очень с тобой стараемся Потому что мы просто убитые Да почему это? Это так Ааа, спину защищает Это пизда Я умираю Просто злой сейчас выебывается Что он выебывается? Он не разрешает мне Ну, блядь, как всегда Вадим все сруинил Ааа, что мы не едем к злому, да? Ну, походу Нет Нет Он этого не писал Не врите Аф-контент Решаем вопросики, чат Ну, что? Что делать? Нам выезжать через пару часов уже Я уже не знаю Я уже пойду сейчас Я пошла Я пошла в мусорку Там мне и место Все Наконец-то я приехала домой Наташа, сними меня у дома, пожалуйста Давай Я в Москве У дома, говорит Сфоткай меня, пожалуйста Сфоткай меня у дома, пожалуйста Символ написал Ты такая красивая И все это И все Ты так же паришься насчет этого Не писал Ну ладно, если не писал, то Ладно Спасибо Специально это делает Специально Специально Короче, мне надо запускать сейчас Да, давай Сейчас Потом я еду к взлому А, я думаю, что мы к взлому приедем И еще там у него постримим с телефона Нет, а как мы на лифте будем подниматься? Да и что? Ну дропнется один раз А что мы будем с тобой два часа делать? В смысле два часа Сколько ты будешь стримить? И что ты хочешь делать? Два часа Ну час, час, час Просто гуляем? Час и час и едем, да А ты болеешь Да поехали у него под ключом Да нет, забей, это клей нормально Ты хочешь, чтобы мы сейчас на такси поехали? Да А я, кстати, такси езжу Ой Ты же не спалила экран? Нет Просто нам нужно, чтобы... Вызовите нам такси Да, пацаны, вызовите, пожалуйста У нас проблемы с этим Блять Слушай, я только поняла, что мы не сможем с тобой никуда ехать Да, у нас нет просто банально такси Такси А может встанем у дороги и протянем руку, как в старые добрые? Давай Наташа, там в Саше узлово через пять минут будет Может тогда погуляем полтора часа? Так что ты хочешь, чтобы... Давай, давай, шучу, шучу Давай, давай, вызывай такси Как? Вызывать такси? Ну как-нибудь, вызовите кто-нибудь нам такси, пожалуйста Просто мы стоим, просто не знаем, что делать У нас правильно поймут Не, ну я довольно скромно сейчас одета Все, я пошла, короче, подходить к парням И попросить у них вызвать нам такси А что так с вами сейчас ходишь? А что мы должны... Ты хочешь гулять? Ты болеешь Холодно Нормально Я часик постримлю и через полтора часа поедем к злому Нормально Да, давай, как тебе удобно Просто... Я не хочу, я к злому хочу, ну, восемь, что-то такое И тем более я не знаю, как сейчас такси вызывать Я хочу закончить и вызвать такси Вину Вину Реально? Ну всё, пошли. Пошли обратно. Там просто какое-то гетто. Блин, мне как-то хочется навалить какого-нибудь кринжа и контента, но с другой стороны, я понимаю, что я вообще не... Ты всё? Ты пошёл? Вроде да. А, всё, чат, я вас, короче, перенаправляю к Наташе, потому что мой телефон уже умирает, а мне ещё как минимум нужно с ним добраться. Ну, хотя бы если не вызывать такси, то хотя бы, чтобы он просто был. Я перенаправляю вас к своей сводной сестре. Думаю, ты скажешь к девушке. К девушке, окей, к девушке. А, вот так вот? Блин, как это работает? Я просто не шарю, он уже к девушке получается. Нет, девушка у тебя уже есть. Просто ты не можешь определиться, кто-то меня девушкой называет, кто-то меня называет сестрой, я вот не пойму. Ну, знаешь, есть такая категория в порно, когда исходная сестра в машинке стиральной застревает. Я не знаю. Да, подъехи. Я реально не знаю, что это такое. О, поехали на автобусе. На автобусе? Да. А как мы оплатим? Не знаю, натурой. Мы снимем пару гривен. Только надо найти банкомат, короче, и всё. И снять денежку, и поехали на автобусе. Непонятно, куда, блядь. Знаешь, просто, короче, рандомно сядем, рандомно приедем. Не, ну это жёстко. Ну это жёстко, да. Так, всё, чат, короче, напоминаю вам про Додо пиццу. Вкусно, классно, прекрасно. Заказывайте, участвуйте в розыгрыше автоматически, заказывайте себе киберкомбо с MCI. И про мегафон, конечно же, чатик. Кликайте на виджет, качайте приложение, заходите, лутайте подарки, призы. В общем, наслаждайтесь полностью этой жизнью, вот этим миром прекрасным. У меня сегодня абсолютно не рекламный стрим, не донатный, у меня отключены донаты. То есть вот очень было бы классно, если бы всё бы сделали как надо и наслаждались контентом. Конечно же, на форстропе, там промокод нян. Ну, в общем, вы поняли. Вот, я вас направляю. Переходим с ней на зелёный свет. Одобряю. Всё, сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok